Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях долгожданный, долгожданный очень гость-человек, Геннадий Васильевич Пашин, управляющий отделением Пенсионного фонда России нашей области. Вопросов к вам, знаете как, Геннадий Васильевич, так много, что все они как бы в один сплетаются потихонечку, я говорю не только от нас, а от наших зрителей. Пожалуйста, ради бог зрители просят, те, кто постарше, особенно не юноши, как говорится, Расскажите про все вот эти вот новеллы в пенсионном нашем ведомстве, что и как там обстоит дело сейчас. И вторая просьба, простым, доступным, понятным языком, ну как вы умеете, тут я в вас не сомневаюсь. Задачу понял. Добрый день, уважаемые телезрители. Хочу сказать, что действительно сегодня очень активно развивается пенсионное законодательство, потому что жизнь не стоит на месте, и многие процессы, которые происходят в экономике страны, они соответственно влияют и на развитие пенсионной системы. Конечно, я хочу обратить внимание всех граждан нашей области, что основным источником доходов пенсионного фонда, из которых мы выплачиваем заработную пенсию, это, конечно, являются страховые взносы, которые уплачивают работодатели за своих работающих граждан, а предприниматели, если они не нанимают наемных работников, они платят за себя сами, как самозанятое население. И для каждой категории плательщиков есть так называемые тарифы страхового взноса в пенсионный фонд. Но большинство предприятий начисляют в пенсионный фонд 22% от фонда оплаты труда. И эти 22% для граждан, которые старше 1967 года рождения, они уходят полностью на страховую часть пенсии. А для граждан, которые моложе, 1967 года рождения, эти 22% делятся на 16,6. 16% уходят на страховую часть пенсии, а 6% уходят в так называемую накопительную часть. То есть вот есть такая, как бы говорится, деморгационная линия. 1967 год, до него, после него. Чем отличаются страховые взносы? Страховые взносы на страховую часть, они идут на выплату нынешним пенсионерам. То есть мы за счет этих денег выплачиваем сразу нынешним пенсионерам пенсии. А вот что касается 6%, они на выплату нынешним пенсионерам не идут. Они уходят в процесс инвестирования и привязываются конкретно к тому человеку, которому они подлежат. Это как бы его личные деньги. И если гражданин до пенсии не доживет, то эти деньги будут переданы его правоприемникам в полном объеме с учетом инвестиционного дохода. Что касается страховой части пенсии, то тут как бы больших изменений не ожидается в пенсионном законодательстве. Потому что эти деньги уже, они как бы не влияют на развитие экономики, не влияют на что. Они только поддерживают наши обязательства финансовые, чтобы мы имели возможность выплатить их в виде пенсии нашим пенсионерам. А вот по накопительной части здесь, конечно, вопросов много. И все сегодняшние изменения, они больше будут касаться именно накопительной части. Потому что...